Продолжение следует... Он расположен внутри глазного яблока, между радужкой и стекловидным телом. В молодости хрусталик человека прозрачен, эластичен, за счет чего глаз видит одинаково хорошо и вблизи, и вдали. Ну а если все-таки случается катаракта, чаще всего это происходит с возрастом, в глаз попадает лишь небольшая часть световых лучей, поэтому зрение снижается, и человек видит нечетко и размыто. К сожалению, многие пациенты обращают внимание на здоровье своих глаз только тогда, когда оно начинает их беспокоить. А ведь катаракта – это коварное заболевание, и определить наличествует ли оно у вас под силу только квалифицированному специалисту. Именно такой специалист сегодня в нашей студии, знакомьтесь, пожалуйста, у нас в гостях Сергей Бранчевский, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, ведущий хирург и генеральный директор клиники Бранчевского, а также член американского и российского общества катаральных и рефракционных хирургов. Вот так много у вас регалий. Добрый день, Сергей Львович. Катаракты – это самая часто выполняемая в мире хирургическая операция. Больше этих операций никаких других не выполняют. И слово «операция» часто пугает пациентов, но очень сильно пугает людей. Но на самом деле это манипуляция, процедура, можно ее назвать по-другому, которая длится примерно 15 минут, 10-15 минут, и после нее человек уже уходит практически с нормальным зрением. Когда мы говорим «катаракта», чаще всего нам представляются пожилые пациенты. Так ли это? В каком возрасте может настигнуть это заболевание? Чаще всего катаракта встречается в возрасте старше 50 лет. Иногда она встречается и раньше. В более раннем возрасте обычно это либо связано с какими-то травмами, может быть, даже отдаленными. Иногда в детстве бывает травма. Катаракта развивается после 30-40 лет. У людей с высокой степенью близорукости. Катаракта развивается раньше, примерно на 10 лет, чем у людей без близорукости. Но в целом это действительно в возрасте старше 50 лет. А чтобы было совсем непосвященным, понятно. Катаракта – это что? Катаракта – это помутнение хрусталика. Вы правильно сказали, что это линзочка, которая пропускает свет. И если эта линзочка становится из прозрачной, как хрусталь, хрусталик – другое название, из прозрачной, как хрусталь, она становится матовой, потом она становится совсем непрозрачной, мутной, то, естественно, через нее человек видеть не может и теряет зрение. Хрусталик подвешен как на батуте, растяжке, на тонких ниточках. Это вот голубенькие. Да, голубенькие такие, тончайшие ниточки. Он подвешен как на растяжках и висит внутри глаза. Здесь вот, наверное, понятно. И через эти тонкие растяжки он соединен с ресничным телом, то есть мышцей, которые управляют формой хрусталика. И благодаря этой мышце, и благодаря гибкости и эластичности хрусталика молодые люди, молодые люди до 40-45 лет, спокойно видят и вдаль, и вблизь, так сказать, без особых проблем. А вот с возрастом эластичность хрусталика утрачивается. Это естественный закономерный процесс. И нарушается зрение вблизи. Вдаль оно остается таким же, как было раньше. Вблизи нарушается. И человеку начинают требоваться очки для того, чтобы читать вблизи. А если состояние хрусталика изменяется настолько сильно, что он уже не просто не может менять форму, а теряет свою прозрачность, и в нем появляются помутнения, то наступает снижение зрения, которое уже не компенсируется очками. И вот в этом случае уже требуется хирургическое лечение. Как отличить катаракту и просто возрастные изменения? Это же разные вещи. Это надо прийти к врачу. Другого варианта отличить не существует, потому что человек сам не может отличить. Ну, туман. То есть зрение как будто как в тумане. Но бывают формы катаракты, которые не очень сильно дают туман. Тем не менее, они нарушают зрение в другом виде. Поэтому правильнее всего это приходить к врачу, проходить обследование, и доктор сможет вам сказать, каково состояние вашего зрения. Дело в том, что мы не всегда можем оценить свое собственное зрение. Если человек все время работает на каком-то одном расстоянии, привык выполнять какую-то одну и ту же вещь, или если его требовательность к выполнению зрительных задач не очень высокая, то он может и не заметить начальное снижение зрения, и не почувствовать его, или чувствовать его незначительно. И поэтому правильнее всего будет все-таки обращаться к врачу для того, чтобы он посмотрел ваши глаза и проверил зрение. И, кстати, это будет не лишнее с точки зрения подбора коррекции, даже простых очков, которые позволяют комфортно и эффективно работать на любом расстоянии. В этой студии многие специалисты, особенно, наверное, онкологи, говорят, что, к сожалению, пациент обратился поздно, или слишком поздно, что можно было бы все это сделать с меньшими потерями. Встречаетесь ли с такими ситуациями вы? Бывает, когда человек пришел поздно? Встречаемся, к счастью, последствия не такие катастрофичные, как в онкологии или в кардиологии, но, конечно, встречаемся. И основная причина, почему пациент не обращается в свое время, это страх. То есть между нормальным зрением и полной потерей зрения существует большое количество промежуточных нарушений зрения, и человек уже не может их не чувствовать. Но он не идет к врачу, потому что он боится. Не идет, боится, сам еще не знает, чего он боится. Поэтому мы всегда призываем, придите, проконсультируйтесь. Придите, поговорите с врачом. Чем дальше откладывается лечение, тем больше наши возможности сужаются, сужаются. Ну и в конце концов они ограничиваются тем, чтобы просто вернуть зрение. На самом деле зрение имеет много разных оттенков. Зрение вблизь, зрение вдаль. Компенсация, стигматизм и другие аспекты зрения. То есть это все очень важно для людей, особенно ведущих активный образ жизни. А мы сейчас все активно работают все до 60-70 лет. Очень активно. Гораздо дольше. Обсуждают сейчас повышение пенсионного возраста. Это тоже очень актуально. Водят машины, работают с компьютерами. Спорт. Не знаю, еще увлечения какие-то, хобби, путешествия. Да, ну что там говорить, элементарно подпись поставить, если ты не видишь и не понимаешь под чем. Поэтому требования к зрению очень высокие. И если человек хочет сохранить вот свой тот привычный уровень жизни и качество, которое связано во многом именно со зрением, то чем раньше он обращается, тем больше мы можем ему предложить, и тем увереннее мы будем в результатах своего предложения. Ну, по поводу лечения, можно ли вылечить катаракту с помощью капель, например? С помощью каких-то физиопроцедур? Это самый частый вопрос, который нам задается постоянно. Это обратная сторона этого вопроса. Это опять же тот же страх перед операцией, перед хирургическим вмешательством. Ответ на этот вопрос однозначно нет. На сегодняшний день не существует ни в мире, ни в Америке, ни в Китае, ни в России никаких волшебных капель, световых аппаратов, народных средств, еще чего-то, которые могли бы устранить уже возникшую катаракту. Или предотвратить ее. Если бы такие средства существовали, то операция катаракты не была бы самой частой операцией в мире, которую я уже сказал в самом начале передачи. Поэтому, но с другой стороны, искусство операции и хирургического лечения доведено сейчас до такого технологического совершенства, что часто после операции от пациента я слышу, это все? То есть он еще не понимает, что мы уже завершили, он еще думает, что мы не приступили к операции. Он спрашивает, когда уже боится начинать. Да, он еще думает, что мы еще не приступили, а мы уже ее завершили. Поэтому вот это один из мифов, что это страшно, это больно, это сложно, это опасно, это не так. То есть это стандартная, отработанная, высокоэффективная процедура, которая дает прогнозируемый и качественный результат, управляемый результат, если мы это делаем своевременно. Ну, прежде чем вы расскажете все-таки, вот как вы это делаете своевременно и какими способами. Давайте вместе с нашими зрителями сходим сейчас на экскурсию в вашу клинику и посмотрим, какие методы применяются на сегодняшний день. Хирургия катаракта – отработанная и успешная операция. И все-таки появление в офтальмологии высокоточных лазерных установок увеличило эффективность ее результатов в разы. Самарская глазная клиника Бранчевского, первой в Самаре и третьей в России, внедрила современный фемтосекундный лазер LEN-SX. Традиционные методы основываются на использовании лезвия для надрезов в глазу. LEN-SX использует для этого лазер с компьютерной точностью наведения. Это делает операцию бесшовной и повышает ее безопасность, минимизируя риски для здоровья пациента. Для меня это, конечно, маленькое чудо. То есть с нуля до ста процентов за один день, тем более, операция проходила абсолютно безболезненно. Она заняла где-то минут 15. И в тот же день, часа через полтора, я уже, ну, правда, с повязкой, но ушел сам, даже уехал за рулем домой. У пациентов клиники Бранчевского есть возможность провести премиум-коррекцию зрения. Это комплекс медицинских технологий, позволяющих в итоге полноценно видеть вблизи и вдаль в любом возрасте при сложных нарушениях рефракции. Премиум-коррекцию делают в тех случаях, когда стандартная операция не позволяет качественно улучшить зрение. Нужно применить либо очень сложный хрусталик, например, мультифокальный, торический, комбинация мультифокального, торического. Либо надо применить несколько методов коррекции, несколько хрусталиков поставить. Или комбинации лазерного и методы коррекции, хрусталик замены. Премиум-коррекция зрения связана со сложным хирургическим мешательством и требует высокого уровня квалификации. За годы успешной работы врачи-клиники провели более 25 тысяч хирургических вмешательств. Оптальмологи работают с патологией сетчатки, глоукомой, катарактой, косоглазием. В большинстве случаев удается полностью восстановить зрение. Видеть мир здоровыми глазами? Эксклюзивное предложение от глазной клиники Бранчевского. Лечение катаракты с премиальным хрусталиком Карл Цейс по цене стандартной хирургии. Звони 925-3131. Операции проводит доктор Бранчевский. Из сюжета, по крайней мере, создается ощущение, что действительно, наверное, это не очень страшно, поскольку достаточно быстро. Сколько в день вот вы операций делаете таких? 20-25. Ну, это очень много, конечно же. Но прежде чем попасть на операционный стол, что нужно сделать? То есть, достаточно ли принести вам амбулаторную книжку? Совершенно недостаточно. Совершенно недостаточно. Нас, конечно, интересуют предыдущие какие-то записи медицинские у пациента, если он где-то был, когда-то обследовал зрение. Это очень важно для нас и очень помогает принять решение. Но все-таки решение об операции и обследовании мы проводим полностью самостоятельно на нашем оборудовании для того, чтобы ответить на все возможные вопросы, которые могут возникнуть у пациента в связи с предлагаемым планом лечения. Для того, чтобы обезопасить пациента, для того, чтобы вскрыть все заболевания, которые могут прятаться за катаракту. Потому что катаракты – это самые частые, но не единственные заболевания, могут быть и другие. И чтобы результат нашего лечения был высоко прогнозируемым. Вот для этого у нас имеется большое количество разных приборов. Я хочу сразу успокоить слушателей и телезрителей, что практически все обследования, 99% бесконтактные. То есть мы при этом не дотрагиваемся до глаза. То есть пациент просто вот, как я перед телекамерой сижу, только он чуть… Смотрит в окошечко. Да, смотрит в окошечко, он чуть ближе, только, конечно, значительно ближе садится. Но, тем не менее, это как вот съемка перед фотоаппаратом, перед телекамерой. Там может быть свет, там может быть, значит, какое-то жужжание, но мы не дотрагиваемся до глаза при почти всех обследованиях. И в конечном итоге доктор получает исчерпывающую информацию для того, чтобы принять решение и сказать пациенту, во-первых, его диагноз – катаракта, не катаракта, есть ли другие сопутствующие заболевания. Мы должны предложить тот или иной способ коррекции, потому что при катаракте мы предлагаем большое количество разных крусталиков, отвечающих разным потребностям пациента. И с тем, чтобы спрогнозировать эффект, какое зрение мы получим после операции, потому что мы на сегодняшний день в состоянии прогнозировать послеоперационный результат. В сюжете мы уже услышали словосочетание «премиум коррекция», такое очень привлекательное. Что это на самом деле? Это когда мы предлагаем и возвращаем пациенту нечто большее, чем просто избавляем от слепоты. То есть он просто перестал видеть. То есть он может избавиться еще от зависимости от очков. Как мы уже с вами говорили, после 45 лет даже абсолютно здоровый человек начинает постепенно нуждаться в очках. Ну и практически после 50 ни одного человека нет, который бы свободно читал вблизи, на близком расстоянии, не используя очков. Но, конечно, на сегодняшний день очень многие не хотят пользоваться очками. Опять же, в силу стиля жизни, в силу особенностей, неудобства и так далее. Поэтому современные технологии лечения катаракты, и даже не только катаракты, мы уже можем и просто возрастные сильные изменения лечить с помощью замены хрусталька, они позволяют предложить пациенту такую коррекцию, которая его избавит как от очков вдаль, так и от очков вблизи. И вот эти вот возможности и объединяются под понятием премиум коррекция. Звучит так несколько фантастично. То есть не просто катаракты излечить, но видите вдаль и вблизь. Ну вот я и говорю, что звучит очень даже фантастично. Ну а все-таки вот мы с вами говорим о том, что не больно, не страшно, не долго. Вот три таких понятия, которые сразу вот так на душу ложатся теплом. Но вы говорите, что это замена хрусталика, тем не менее. Но как же это может быть? Это же нужно его как-то вырезать, вставить новый, приклеить, зашить. Совершенно верно. Никаких швов, никаких разрезов. Имеется тончайший прокол примерно 2 миллиметра шириной. Это очень тоненький прокол. Через этот прокол мы убираем весь хрусталик. Как бы, ну, можно сказать, отсасываем его. При этом мы ультразвуком его разрушаем и одновременно убираем. И потом ставим искусственный хрусталик через этот же тончайший прокол. Внутри глаза он раскрывается и занимает свое положение. Или мы ему придаем еще специальное положение, если хотим компенсировать астигматизм. Мало того, на сегодняшний день наша клиника располагает еще таким инструментом, как фемтолазер, который позволяет вот эти все микроразрезы, да, которые 2 миллиметра, миллиметр и так далее, делать полностью в автоматическом режиме. То есть не хирург делает своими руками, а фокусируется лазер, делает предварительно все разрезы самые ответственные, самые важные. Потом пациент поступает к хирургу, и он завершает уже, так сказать, операцию по имплантации хрусталика. И в этом случае качество операции и предсказуемость результатов еще на порядок больше возрастают. И мы становимся уже просто, так сказать, уверенными в результате, который мы можем получить. Волшебником себя никогда не ощущали? Нет, никогда не ощущал волшебником, но всегда не перестаю удивляться тем технологиям, которые появляются. Еще, не знаю, 3-5 лет назад мы не могли себе представить то, что мы делаем сегодня, как нашу повседневную, рутинную работу. На самом деле, конечно, это не наша личная заслуга. Это огромная отрасль науки, огромная индустрия работает на эти технологии. Мы высококонкурентная среда, то есть предложение масса и одни лучше других. И нам остается из лучшего выбирать самое лучшее. Вот, собственно, этим мы и занимаемся, и мы стараемся отобрать и применять, и давать нашим пациентам те технологии, которые дают наиболее гарантированный результат, наиболее предсказуемый результат, с наименьшим воздействием на пациента и наиболее щадящим. Вы сказали, что используете в своей работе достаточно большой спектр хрусталиков, разных как по производителю, так и по функциям, которые он выполняет. И пациенту предоставляется выбор. Но как же пациент может сделать выбор, абсолютно ничего не понимая в этой области? Совершенно верно. Даже мужчине, выбирающему автомобиль, порой трудно выбрать, какой он хочет себе автомобиль, и нужен консультант. А в таком сложном деле и абсолютно непонятном для человека нормального, нужен консультант-врач. И как раз задача наша, врачей, хирургов, она заключается в том, чтобы на понятный человеку язык перевести вот все те технологические решения, которые предлагает нам наука и индустрия. И мы объясняем, что вот с помощью этого хрусталика вы получите вот такой и такой характер зрения. С помощью вот этого хрусталика вы сможете избавиться от этого. Вот этот хрусталик поможет вам, защитит вас вот от этих нюансов. Для этого, конечно, нужно в совершенстве знать технологии и в совершенстве уметь узнать потребности у пациента. Ну, это самое... Вот это и есть, пожалуй, искусство. Сергей Львович, не так много на самом деле, вы сказали, это огромная индустрия, которая производит вот все необходимое для этих операций. Ну, с моей дилетантской точки зрения, не так много нашумевших клиник, которые занимаются такими операциями. Их можно, наверное, по пальцам пересчитать. Но, тем не менее, выбор таки есть. Так вот, чем операции, проводимые в вашей клинике, отличаются от каких-то других клиник? Есть какая-то специфика, какая-то изюминка? Есть, конечно, специфика и изюминка. Специфика изюминка заключается прежде всего в том, что у нас очень самый широкий спектр технологий, которые мы можем применять. У нас очень большой, уже больше, чем 5 лет, опыт имплантации вот этих сложных, высокотехнологичных хрусталиков. И, насколько я представляю и знаю, самое большое количество вот таких сложных, выполненных операций. Кроме того, мы это сейчас подкрепили еще фемтосекундными лазерами, технологиями, которые на сегодняшний день являются уникальными. Вот в нашей клинике, только в Самарской области, по крайней мере, можно их получить. И вот благодаря этому сочетанию, ну и те хрусталики, которые мы используем. Ну, очень сейчас распространенные, мы используем разные отечественные хрусталики, тоже очень высококачественные. Мы используем линейку американских акрисов-хрусталиков, но больше всего нам нравится немецкий Carl Zeiss, потому что вот по впечатлениям последних двух лет они наиболее точно попадают, что называется, в яблочко. Да, ну что такое цейсы и что такое оптика, я думаю, здесь даже ни у кого вопросов не возникает. Но здесь еще такой спектр, даже вот когда вы говорили о том, что пациент выбирает сам, что ему надо, вот не думаете ли вы о том, что он выбирает в первую очередь то, что он себе может позволить? Ведь, ну, несложно предположить, что, наверное, любые операции по коррекции зрения очень дорогостоящие. Да, весьма дорогостоящие. Но, с другой стороны, я неоднократно сталкивался с пациентами, которые явно не являются, ну, очень состоятельными людьми. Но один из пациентов мне сказал, я живу один, зрение – это все, что для меня есть. И я сэкономлю на всем остальном, но хочу, чтобы у меня было очень качественное зрение. И, в общем-то, это вот для меня было таким уже много лет назад, это еще до того, как мы занимались вот этими сложными технологиями. Такое откровение, и действительно это так, потому что зрение – это самое важное для человека, что у него есть и на что он может рассчитывать, так сказать, в своей жизни. Поэтому вот при таком подходе цена начинает отступать на второй план. Во-вторых, я уже сказал, что у нас есть линейка хрусталиков. И мы можем предложить сходные решения по разной стоимости. По меньшей стоимости, по большей стоимости. И мы можем объяснить, с чем связана разница этой стоимости, какой качественно разный эффект получит пациент. Поэтому, конечно, выбирают по своим возможностям и по своим потребностям. Ну и, наверное, несколько коротких вопросов в завершении, чтобы окончательно было все уже понятно. Сколько времени находится после операции пациента в клинике? И как быстро он начинает видеть? Ну, находится он, может быть, полчаса после операции. Иногда он может просто встать с операционного стола, там, посидеть 15 минут в комнате ожидания и уйти домой. Зависит от возраста человека, от его общего состояния. Это не зависит от состояния глаза. То есть вот по состоянию глаза он может встать и уйти домой. А другое дело, что если его везут домой родственники, знакомые, на машине, или если это одинокий человек, ему тяжело добираться до дома, ему хочется завтра утром не ехать к врачу через весь город на общественном транспорте, а побыть, тогда он одну ночь останется у нас. Но, как правило, это максимум одна ночь. Как правило, если человек приходит вовремя и, вот как мы говорили, не доводит до запущенного состояния. В норме он может уйти через полчаса после операции. Есть ли противопоказания к операциям? И есть ли какое-то неудобное для этого время года? Например, может ли это? Это частый вопрос. Я бы его разделил. Но неудобное время года нет. Любое время года удобное. Часто волнуется. Мне летом работать на даче. Пожалуйста, делайте в марте, в апреле, даже в мае операцию, и в июне вы будете работать на даче. То есть это выбьет вас из даже такой серьезной вещи, как дачная колея, ну, максимум на две недели. Максимум на две недели. А то, может быть, и меньше. А если ведет речь об обычной офисной работе, то практически через несколько дней человек может приступить к работе. Через три-четыре дня он может приступить к работе, продолжая закапывать капли. Но если он хочет побыть на больничном, пожалуйста, мы даем больничный лист, как и все больницы. Второй вопрос по поводу противопоказаний. Вот тут намного сложнее. Тут много мифов и много надуманных и ненастоящих противопоказаний. И даже мы знаем, что во врачебной среде, но не среди офтальмологов, а среди врачей других специальностей, существует масса предубеждений. Нельзя делать операцию пациентам с сахарным диабетом. Нельзя делать очень пожилым. Нельзя делать очень молодым. Нельзя еще кому. Нельзя делать беременным. Нельзя делать... Ну, мы не про катарактов, а про другие говорим. Нельзя еще... На самом деле количество противопоказаний для таких операций минимально. Это практически острые заболевания. Конечно, нельзя пациенту с острым инфарктом миокарда делать. Конечно, с аппендицитом никто не будет делать. Конечно, если кариес тяжелый, там, в зубах непорядок, гнойные какие-то процессы, нельзя делать пациенту. Но это исключительный случай, когда явно больной человек. Есть другие заболевания, кроме катаракты. Во всех остальных случаях делать можно. Операция амбулаторная. Никакого наркоза. Вот об этом еще часто люди не знают. Никакого наркоза. Либо капельки мы просто капаем на глаз, и пациент очень хорошо переносит и боли не ощущает. Либо мы делаем небольшой обезболивающий укол. Значит, и пациент абсолютно в этом случае вообще ничего не чувствует. Мало того, я разговариваю с пациентом во время операции. Иногда, так сказать, подбадриваю. Иногда что-то прошу. Иногда он меня что-то спрашивает. То есть мы находимся в полном контакте. И вот эти 10-15 минут, они проходят для человека совершенно незаметно и совершенно безопасно. Спасибо большое. Я думаю, что многие вопросы стали значительно понятнее, нашли свои ответы. Будем подводить итоги. Единственным эффективным средством избавления от катаракты является операция. Не стоит ждать созревания болезни. Лучше обратиться в клинику для подбора оптимального метода лечения и получения максимального результата. Ну, а в большинстве случаев вам смогут полностью восстановить утраченное зрение. Будьте здоровы! Видеть мир здоровыми глазами. Эксклюзивное предложение от глазной клиники Бранчевского. Лечение катаракты с премиальным хрусталиком Карл Цейс по цене стандартной хирургии. Звони 925-3131. Операции проводит доктор Бранчевский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова